Расширение Ростовского шоссе в Краснодаре за последнюю пару недель вошло в рейтинг самых обсуждаемых тем в городе. 4 километра реконструируемого участка разделили людей пополам. Автомобилисты, которые ездят по этой дороге, за дополнительную полосу. Люди, которые живут вдоль шоссе, против. Ситуация накалилась настолько, что без губернатора в ней оказалось не разобраться. После заседания общественного совета Вениамин Кондратьев пообещал приехать на Ростовское шоссе. Это класс отвода земельного участка по дороге. Каждый пытается доказать главе региона свою правду. Проектировщики уверяют, работают по ГОСТам и СНИПам, прошли все экспертизы. Люди из прилегающих к дороге домов жалуются на вырубку части деревьев из-за расширения шоссе. Жильцы соседних районов против тех, кто защищает деревья. Просто пробка. Для автомобилистов-то выход. Это для всех. А скорая, все. Нужно сделать полосу движения, чтобы можно было проезжать. И немножко разгрузить дорогу. Потому что невозможно проехать никогда по Зиповской. Ни по Зиповской, ни по Солнечной. Немножко разгрузится дорога. Здесь не проехать нельзя ни утром, ни вечером. Ни с дома не выехать. Венемин Кондратьев просит людей оставить эмоции подойти к вопросу с холодной головой. Расширение трассы необходимо. За сутки, в будни, на въезде и выезде из города через Ростовское шоссе проезжают 35 тысяч автомобилей. А летом и того в два раза больше. Да и вечные пробки при повороте на улицу Солнечную, если двигаться из центра, тормозят основной поток. Но закатывать в асфальт деревья рядом с домами, не учитывая мнение жильцов, тоже поспешное решение. Мы не сторонники разбоя. Мы живем в правовом поле. Надо взять разумом, конкретными предложениями. И вот так, чтобы на самом деле безопасно было и автомобилистам, и комфортно вам. Проблему решать солнечными теми районами тоже надо. 45 тысяч детей. Тоже однозначно. Здесь поэтому надо сохранить и ваши интересы, и те людей из 45 тысяч, которые сегодня говорят, ребята, дайте нам возможность нормально приезжать домой. По первоначальному проекту реконструкции федерального участка Ростовского шоссе планировалось, что три полосы на въезд в Краснодар так и останутся. А на выезд будут две полноценные. Их разгрузит пристроенный 4-х километровый участок. Именно по новой полосе автомобили могли бы сворачивать с шоссе на улицу Солнечную и не мешать основному движению. Уже сейчас по этим лентам видно, что будет после реконструкции дороги. Вот здесь начинается дополнительная полоса. Вот здесь полтора метра пешеходного тротуара. А уже вот за этой третьей лентой начнется полоса озеленения, где и высадят новые деревья. Собственно, деревья и стали точкой преткновения. Жильцы домов вдоль дороги боятся, что после вырубки вся пыль и выхлопные газы напрямую будут попадать в окна. Люди предлагали сделать дополнительную полосу на противоположной стороне, где нет жилых домов. Но по словам проектировщиков, это невозможно, так как под землей пролегают силовые кабели и газовые трубы. Губернатор предложил не торопиться и продумать новые варианты реконструкции с учетом мнения жильцов придорожных многоэтажек. «Мы вот тут по ночам охраняли эти деревья, вот так, спиной». «У них, знаете, не деревья спилили, у них жизнь часть спилили, потому что дальше экология полетит и здоровье тоже следом». «Сегодня необходимо, я считаю, приостановить, как бы мы что ни говорили. Дайте месяц на альтернативный проект, пусть просчитают. Я готов в Москве включиться, чтобы этот проект посмотрели с точки зрения реальной жизни». Вениамин Кондратьев предлагает активистам в составе рабочей группы следить за ходом всех работ. «Когда проектировщики будут работать, как вас звать?» «Лариса». «Лариса и вас?» «Елена». «Вы инженер сказали?» «Да». «Вот их двоих, пусть они выйдут в эту группу вместе». И я ищу, чтобы на проекте, или они должны быть убеждены, что другого альтернативного решения нет, или оно есть. Кстати, деревья по требованию главы региона будут высаживать при любом одобренном проекте. «Ряд идет лип. Рядовая посадка липа – очень хорошее дерево. Оно мелколистное, крона шикарная. Защита будет и шума, и пыли защитной». В мэрии пообещали, что в ближайшие 2-3 недели возле домов появятся первые саженцы. Александр Иванченко, Алексей Комаров, Денис Москаленко, Кубань-24, Краснодар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова